В сегодняшнем видео я хочу показать, как можно накладывать фото на фото или фото на видео. И все это можно сделать в приложении InShot. И я покажу, как это легко и просто можно сделать. Заходим в приложение InShot. Первый способ. Накладываем фото на фото. Самый простой способ. Выбираем вкладочку фото из своей галереи. Выбираем какую-нибудь фотографию. Первым делом определяемся с форматом. Если мы делаем для Stories, то соответственно нам нужно выбрать формат 9х16. Растянуть нашу фотографию, обрезать ее. Если же другой формат, соответственно выбираем другие форматы, какие здесь нам предлагаются. И чтобы наложить фото на фото, идем во вкладочку стикеры. Выбираем стикеры, но мы выбираем не те стикеры, которые предлагает программа. А выбираем вкладочку вот такую фото. Нажимаем плюсик. Снова попадаем в галерею. Берем второе фото. Уже здесь его там увеличиваем или уменьшаем. Поворачиваем. Делаем так, как нам нужно. Нажимаем галочку. Вот мы наложили фото на фото. Если есть необходимость, можно добавить еще текст. Для текста, соответственно выбираем цвет какой-нибудь, выбираем начертание, расположение текста. Но в данном случае это не важно. Есть еще вот такие текст с обводкой, текст с подложкой. Выбираем, как нам больше нравится. И размещаем его. Это самый простейший способ. Сохраняем. Следующий способ поинтереснее. Мы будем тоже работать с фотографиями. Но сейчас мы выбираем вкладочку видео. И сделаем наши фотографии движущимися, динамически. Выбираем видео. Попадаем снова в галерею. Выбираем предыдущую фотографию. Нажимаем галочку. По умолчанию фотография получилась 5 секунд. Но для сторис, как вы знаете в инстаграме, сторис у нас 15 секунд. Поэтому мы находим кнопочку время. И здесь нам до 10 только растягивает. Нажимаем вкладочку редактировать. И здесь вручную вводим 15 секунд. Время мы выставили. Но теперь еще нам нужно сделать холст и формат. Если сторис, то выбираем вертикальный формат. Подкорректировали наше видео. И теперь снова выбираем стикер и вкладочку фотографии. Опять попадаем в галерею. И берем ту же самую нашу фотографию. Размещаем как хотим. Можем сделать поинтереснее. Во-первых, мы можем растянуть ее тоже на 15 секунд. При помощи вот этих ушек. И у нас есть возможность сделать анимацию. Мы нажимаем вкладочку редактировать. И у нас можем сделать появление этой фотографии. Вот либо просто из прозрачного она появляется. Либо с увеличением. Либо наоборот с уменьшением. Слева направо, справа налево. Но вы тут можете сами поиграться. Я выберу вот такое плавное появление. Вот здесь еще вкладки вход и выход. То есть появление таким образом. А выход наоборот. На уменьшение. Здесь он нам сейчас не покажет. Но в конце, когда мы отредактируем полностью видео, будет видно. Нажимаем галочку. Смотрим, что у нас получилось. У нас плавное появление. Кстати, плавность мы можем регулировать. Вот здесь есть рычажок. Например, пусть оно будет появляться 3 секунды. И удаляться тоже 3 секунды. Нажимаем галочку. Здесь еще раз галочку, что мы это сохраняем. И теперь можем добавить еще текст. Например. Таким образом. И выставим наш текст здесь не с самого начала. И в конце тоже чуть-чуть раньше его закончим. По времени. Выберем для текста. Еще раз редактировать. И выберем какую-нибудь подложку. Я тут выбирала недавно. Вот такая мне понравилась. Чуть-чуть текст этот уменьшим. Чтобы он помещался на нашей фотографии. Так. И для текста я тоже хочу сделать анимацию. Редактировать. Вот анимации. Вот такие кружочки движущиеся. Я хочу выбрать вот такой эффект. И он слишком быстрый. Я его сделаю плавнее. Чуть-чуть. Вот, например, 2 секунды. И что? Нет, 2 секунды. Слишком медленно. 0,9. И посмотрим, какое у нас получилось видео. Вот такое получилось у нас видео. Сторис. Если нас все устраивает, мы сохраняем. Вы видите, здесь есть логотип InShot. Его можно убрать, нажав на крестик. Вот, например, здесь снять бесплатно. Нам нужно будет просмотреть рекламу. Какое-то количество секунд. И эта надпись уберется. И все. Наше это видео подготовленное можно сохранить и выкладывать в сторис. И давайте посмотрим последний способ. Это как наложить фото на видео. Я думаю, вы уже догадываетесь. Все делается аналогично. Выбираем вкладку видео. Теперь из нашей галереи мы выбираем не фотографию, а выбираем видео. Вот такое у меня видео. Оно 38 секунд. Его можно обрезать при помощи вот этих же ушек. Вот, 15 секунд. Снова заходим в холст. Вот, выбираем нужный формат. Подвигаем. Смотрим, какое у нас получилось видео. И дальше все совершенно аналогично. Выбираем стикер. Снова попадаем в галерею. Выбираем тоже фотографию. Если, ну, или какую-то другую, естественно. У вас будут свои фотографии. И дальше все то же самое. Для этой фотографии можем выбрать эффекты появления и исчезания. Наложить текст. Я думаю, что дальше уже все понятно. Просто на заднем фоне у нас будет не фотография, а видео. Ну что ж, друзья. Надеюсь, я понятно объяснила. Если было полезно, ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на канал. И до новых встреч!